Огромный привет всем тем, кто меня смотрит! Я сегодня решила снять такое немножечко болтологическое видео и поговорить о наболевшей для многих людей теме «Куда деваются деньги?» Снимая видео на YouTube, я очень часто сама становлюсь зрителем, хожу по различным видео, смотрю темы абсолютно различные, которые меня в какой-то степени задевают, интересуют, или просто я, например, зашла посмотреть одно видео, а следом за ним меня загрузили на какое-то следующее видео, и вот так вот я могу повиснуть надолго, смотря какие-то интересные видеоролики. И часто популярностью пользуется тема денег, поскольку очень много людей задумывается о том, почему у них постоянно не хватает денег, вроде бы и зарабатывают, но деньги куда-то вот деваются, куда непонятно, на что непонятно. Мужчины жалуются на своих жен, что вот даёшь женщине деньги, она их там может за один день все растрынкать, а наоборот женщины жалуются, что вот мужья там мало, например, зарабатывают, им ни на что не хватает. Ну и в целом это такая вот тема, система, которая в период сложной экономической ситуации в нашей, в частности, стране, очень актуальная, потому что куда деваются деньги, можно понять только тогда, когда вы будете за этим следить и отдавать отчёт тому, куда вы их деваете. И я для себя разработала некую систему, как вообще следить за своими тратами, хочу о ней более подробно рассказать в следующем видео. В этом видео просто поговорить на ту тему, почему у некоторых людей деньги есть всегда, неважно, сколько бы они ни зарабатывали, у них всегда есть какой-то определённый запас, а у некоторых людей, возможно, они даже зарабатывают намного больше, постоянно деньги как сквозь пальцы куда-то уходят. В чём же причина? Во-первых, очень много людей не отдают себе отчёта, куда они тратят свои деньги. Есть такие траты у нас в жизни, которые мы не замечаем, но мы их можем очень часто делать, и на это уходит огромный кусок денег. Например, это ненужная еда, которая, к примеру, не насыщает вас, не приносит пользы, а только приносит какой-то вред и якобы какое-то удовольствие. Это могут быть какие-то сладости, это могут быть какие-то, возможно, даже алкогольные напитки, какие-то чипсы, сухарики, непонятные полуфабрикаты и так далее. Это то есть та еда, от которой мы, в принципе, можем отказываться в пользу полезных продуктов, которые нас и насыщают, и приносят пользу, но мы очень часто можем эту обычную еду заменять какими-то благими непонятными продуктами, на которые уходит огромная сумма денег, но в итоге никакой особо сильной пользы мы не получаем. Очень много людей страдают шапоголизмом, то есть они, я знаю таких людей, которые каждую неделю могут покупать себе кучу одежды, при том, что у них денег, может быть, не так уже много, они будут покупать одежду недорогую, они могут покупать одежду по распродажам, в каких-то супер недорогих магазинах, но им обязательно нужно что-то новенькое, 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 и в итоге у них этой одежды до такой степени много, что они, наверное, 80% из нее не носят, и причем, если спросишь, почему не носят, скажут, что, ой, та кофточка растянулась, эта кофточка мне не идет, а эту вообще мне не с чем одеть, а эти штаны там вышли из моды или еще что-то, то есть 80% гардероба в итоге у них не носится, но закупается регулярно. Также к таким утратам я отношу утраты всяких ненужных гаджетов, то есть есть люди, которые стремятся бесконечно, беспрерывно менять себе, допустим, телефоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, ну то есть постоянно-постоянно, чуть ли не раз в полгода обновлять технику, которая в принципе, если купить хорошую, может служить намного дольше, а это просто, скажем так, прихоть, то есть вот захотелось более крутой телефон, быстренько только он вышел, быстренько купить новый телефон, только вышла новая модель какого-то там планшета, то сразу же тоже стремятся его купить. Я не говорю, что это плохо, если у вас достаточно денег, то почему бы и нет, но когда денег не так уже много, а люди вместо того, чтобы вкладывать эти деньги в какое-то развитие своё, развитие своего дела, вкладывать в какое-то развитие своего бизнеса, берут и вкладывают вот в такую вот ненужную ерунду, как непонятная еда, какие-то походы по кафешкам бесконечные, какие-то бесконечные шоппинги и так далее. Есть даже какая-то, помню, статья о том, что девушка начала засекать, куда у неё уходят деньги и заметила, что кучу денег уходит на посиделки в кафешках, то ли с самой, то ли с подругой. И когда она от этих посиделок отказалась в пользу экономии денег на что-то более важное, то она там за несколько лет, не тратя ежедневно вот эти вот средства, смогла себе скопить на какой-то там, ну, о чём-то, о чём она мечтала. То есть просто для того, чтобы понимать, почему у нас постоянно не хватает денег, мы должны начать вести учёт, как бы это, скажем так, неприятно не звучало, но да, действительно, если вы не начнёте записывать, куда вы тратите, вы не будете понимать, куда они уходят. И, безусловно, многие откажутся и скажут, вот мне нечего делать, ходить и вести записи с траткой или там в телефон постоянно записывать, куда я потратил, но записывая вот так вот свои траты на протяжении месяца, двух, а лучше трёх, у вас вырисуется настолько ясная и чёткая картинка, что вы как минимум увидите тот, скажем так, кусок пирога, который вы сами отгрызаете и выбрасываете, потому что оно не несёт ничего для вас полезного, оно только вымывает у вас из семейного бюджета деньги и всё. Конечно, есть траты семейные, от которых никуда не деться, это когда вы тратите деньги там на детей, на какие-то, я не знаю, кружки, куда там ходят дети, на проезды, на работу туда-обратно, на то, что действительно нужное и важное, это никуда от него не деться. Но есть моменты, от которых вы можете отказаться, вы просто их не замечаете. Это точно так же, как подсчёт калорий, пока вы не начнёте писать, сколько вы еды за день съели и сколько калорий наели, вы никогда не увидите, где собака зарыта и почему я поправляюсь, пока вы не начнёте действительно чётко прописывать, что вы там за день съели. Точно так же и с деньгами. Возможно, это будет слабо работать, если вы, например, в семье не ведёте общий бюджет и муж тратит деньги отдельно по отдельно, вам будет трудно понять, куда уходят деньги. Тут уже нужно садиться в моём там муж с женой и обсуждать, давай будем вести какие-то пару месяцев записи, чтобы понять, от чего мы можем отказаться, что у нас действительно в тратах лишнее и где мы себе можем позволить больше, а где, наоборот, лучше себя в чём-то ограничить. И если у мужа и жены доверительные отношения в этом плане, то вполне можно вот так вот сесть, обсудить и понять, а куда же деваются деньги. Если ваша жена, скажем так, транжира, и она скажет вам, не-не-не, я не хочу с тобой садиться и вести какие-то записи, потому что она понимает, что вот сейчас ей вручат тетрадку, в которую она должна будет записывать, что она вчера купила сумочку, сегодня купила платье, завтра купила гору косметики, и муж ей скажет, зачем это тебе надо всё, с следующего месяца ты это всё не покупаешь. Она скажет, не-не-не, пожалуйста, нет, давай не будем писать. Но тут уже должен быть подход такой, более мудрый со стороны, например, мужчины. Если вы попросили свою жену вести такую тетрадку, то, когда вы будете подводить итоги, не нужно говорить и опробовать, что всё, я тебе деньги не даю, потому что ты их спускаешь на ненужные шмотки, а просто выделить определённую сумму, например, для своей жены в месяц, которую она может спокойно тратить на одежду, либо на косметику, и она будет понимать, что это в пределах нормы, и она не выходит за рамки семейного бюджета, и не делает что-то такое, о чём потом муж узнает, и будет её там, не знаю, ругать, не ругать. Или наоборот, если у вас муж-транжире, вы знаете, что только дай ему деньги, он накупит всякую ненужную ерунду домой, себе, не себе, детям или вам, то тут уже тоже вы должны поберечь свои нервы и его нервы, и если вы ведёте какие-то подсчёты, то, по крайней мере, нужно спокойно объяснять своему мужу, что если мы уже взялись вести такие вот расходы, доходы нашей семьи, то давай будем смотреть на всё это с точки зрения логики. Если мы, например, хотим собрать деньги на поездку летом на море или ещё куда-то, то как минимум давай ежемесячно будем отказываться в каких-то безделушках ненужных, чтобы потом классно провести всем вместе время где-нибудь там, в Турции, например. Мне кажется, что именно такой подход, когда вы чётко знаете, к чему вы идёте, на что вы, например, собираете, на что вы откладываете, к чему вы стремитесь, какие покупки хотите совершить, и если вы действительно в семье это всё проговариваете и ведёте определённого рода учёт тратам, то не будет никогда вот этой вот чёрной дыры, куда уходят деньги, потому что каждый будет стараться, стремиться работать на результат и действительно вносить, скажем так, вклад в то, чтобы откладывать, а не транжирить, пока там никто не видит, быстренько-быстренько куда-нибудь деньги сплавить. Именно поэтому очень многие семьи, они могут себя во многом ограничивать и при этом себя чувствовать нормально, но спустя какое-то время, к примеру, накопить и купить себе там машину или квартиру, а другие семьи себе не будут ни в чём отказывать, и будут каждый вечер где-то там тусить, гулять, покупать новые шмотки, но будут не понимать, почему мы вроде нормально зарабатываем, но никак не можем скопить себе на что-то большее и никак не можем себе позволить нормально там отдохнуть. Ну, подводя такой небольшой итог, хочу сказать, что если вы относите себя к категории людей, которая постоянно не может понять, куда деваются деньги в вашей семье, к примеру, то я думаю, что главная мысль, которую я хотела до вас донести, это просто в какой-то степени нужно себя переселить, несколько месяцев взять и всё-таки начать ввести тетрадку, в которую, например, записывать свои траты. Это может быть, конечно, не тетрадка, к примеру, табличка на компьютере в Excel или как вам удобно, где-то в телефоне эти все траты записывать. Главное – это записать и в конце месяца проанализировать. И я вас уверяю, что найдутся те чёрные дыры, куда уходят деньги. Главное – это попробовать их отыскать, не лениться ежедневно туда всё вносить. А как я веду свою тетрадь сейчас, что я записываю, я расскажу в следующем видео. Особенно это видео будет полезно тем, кто никак не может просчитать, сколько же всё-таки стоит его один рабочий час. Поэтому, если вы ещё не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, и я буду знать, что вам тема денег интересна, и буду по части снимать именно такие видео. Спасибо, что провели эти минутки со мной, встретимся в следующих выпусках. До скорых встреч, всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!